Есть один очень простой и очень быстрый тест, который можно сделать, чтобы выяснить, есть ли у вас заболевание кишечника или проблемы с ЖКТ. Я расскажу о нём в конце. Можете перемотать, если хотите, но я рекомендую послушать всё, потому что у меня есть ценная информация о кишечнике. Неважно, что у вас — целиакия, болезнь крона, язвенный колит, дивертикулит или СИБР, синдром избыточного бактериального роста. Особенность болезни кишечника в том, что они обычно связаны с микрофлорой. В кишечнике триллионы микробов. При этом их виды и количество могут варьироваться. У вас может быть слишком мало хороших бактерий и слишком много плохих. Вам обычно говорят, что нужно кормить эти бактерии и советуют есть больше клетчатки. Особенно рекомендуют налегать на продукты зерна, в том числе цельного. Ведь всем известно, что клетчатка — это еда для микробов, и что нам нужна здоровая клетчатка. Но вот что сбивает с толку. В цельных зёрнах не так уж много клетчатки. 7% клетчатки — это немного. Там есть масса других веществ, например, крахмала, но зерновые — не самые богатые клетчаткой продукты. Они также содержат фитиновую кислоту. Если вы не в курсе, она препятствует усвоению минералов, а именно железо, цинка, кальция, магния. Она связывает эти минералы. Так что, если кто-то будет говорить вам, что зерновые богаты нутриентами, скажите им о фитиновой кислоте. Она блокирует усвоение нутриентов из цельнозерновых продуктов. А в переработанном зерне нутриентов практически не остаётся. Вот почему его затем обогащают, добавляя пару синтетических витаминов, а затем пишут, что эти продукты богаты нутриентами. И это из-за пары синтетических витаминов? Кроме того, в зерновых есть белок, глютен, который буквально уничтожает ЖКТ изнутри, создавая массу проблем. И даже если у вас нет аллергии на глютен, у вас может быть чувствительность к нему. Это реально большая проблема. Честно говоря, я думаю, что зерновые продукты — это самая вредная пища для кишечника. Когда же мы говорим о клетчатке, в целом первая мысль у людей такая — нужно достаточно клетчатки, чтобы не было запоров. Люди уверены в том, что запоры — это просто нехватка клетчатки, и что если есть достаточно клетчатки, со стулом всё будет в порядке. Существует много разных видов клетчатки. Та, что есть в зерновых, или та, что есть в зелени. В зелени достаточно клетчатки. К тому же там нет глютена и очень мало фитиновой кислоты. Правда, в таких растениях, как шпинат, оксалаты и фитиновая кислота присутствуют. В салате также много нутриентов — калий, магний, фолиевая кислота, витамин С. Как источник клетчатки, зелень намного лучше зерновых. Сейчас входит в моду так называемая функциональная клетчатка. Её включают в состав кето-десертов — растворимые волокна кукурузы и тапиоки, а ещё инулин и корень цикория. Так много людей страдает после всего этого вздутием и газами. Просто невероятно. Что же творится в кишечнике, когда возникают вздутия и газы? Происходит ферментация. Микробы пытаются переварить всю эту клетчатку. При этом они выделяют много метана и других газов. Всевозможные вещи, которые вызывают вздутие и боли в кишечнике. Что же касается микробов, их можно разделить на три основные категории. Есть микробы, которые причиняют вам вред. Их называют патогенами. Есть полезные микробы, например, дружественные бактерии. Это мутуалисты. У нас с ними взаимовыгодные отношения. Они приносят пользу вам, а вы помогаете им, предоставляя им место для жизни. У вас с ними обмен. Ещё есть нейтральные микробы. Они называются коменсалы. Они живут в вашем организме, не принося вам ни вреда, ни пользы. И не беспокоят вас. Но вот что нужно обо всём этом знать. Определённая часть микробов в вашем кишечнике может превратиться из хороших парней в плохих. Например, какое-то количество нейтральных микробов может стать патогенными. Вы можете ломать голову, откуда у вас появились все эти плохие микробы. А на самом деле это микробы, которые раньше были нейтральными, а теперь стали патогенными или вредными. Это относится и к кишечной палочке, и к хеликобактер пилори, и к клостридиум дефицили, и даже к кандиде. Когда среда в кишечнике меняется, эти микробы как бы переключаются, меняют свою позицию и начинают создавать проблемы. Причина — изменение среды в кишечнике, скажем, при стрессе. А такой стресс могут вызвать, например, антибиотики, даже если вы их не пьёте. Осознаёте ли вы, что пшеница и другие зерновые, которые вы едите, опрыскивали глифосатом? А это дербицит, который при этом классифицируют как антибиотик. Компания, которая создала это вещество, получила ещё и патент для его применения в другом качестве. Так что глифосат — это антибиотик. Он убивает микробы в почве, а также в кишечнике. Добавляем его в список. Наряду с ветиновой кислотой и глютеном в зерновых содержатся ещё и антибиотики. И мне кажется очень странным, что эксперты советуют получать большую часть калорий из зерновых, ведь именно они создают массу проблем для кишечника. Просто в голове не укладывается. И, конечно, есть и другие вещи, которые портят среду в кишечнике — лекарства, вредная еда и алкоголь. Искусственные подсластители тоже могут навредить кишечнику. Я думаю, что, скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим, что функциональная клетчатка, такая как волокна кукурузы и тапиоки, на самом деле изменяет среду обитания микробов, и полезные микробы становятся вредными. Когда мы занимаемся проблемами кишечника, нужно хорошо понимать, что все эти микробы очень важны. Они выживают лучше, чем кто бы то ни было. Они приспособились к самым сложным условиям. Они могут жить на дне океана, они могут жить в облаках, они могут жить в лаве. Просто поразительно, как они приспособились. Это самая многочисленная и разнообразная форма жизни, и мы зависим от них. Без них мы вообще не смогли бы жить. Они — большая часть иммунитета. Они синтезируют витамины, помогают с пищеварением, а также производят вторичные, так сказать, соединения, нужные для здоровья. Теперь давайте рассмотрим метод, который позволяет определить, есть ли у вас какие-то проблемы с кишечником. Итак, вот он. Шаг номер один. Исключите всю клетчатку из вашего рациона на три дня. Это первое. И посмотрите, что будет. Шаг номер два. Снова добавьте клетчатку в рацион на три дня. Сравните, как вы себя чувствовали, когда исключили клетчатку и когда добавили клетчатку. Тогда вы точно поймёте, есть ли у вас проблемы с кишечником. Это может быть воспаление в кишечнике или дисбактериоз того или иного рода. Это очень простой метод. Не нужно сдавать кучу анализов или ждать результатов научных исследований. Не нужно подвергать себя процедуре введения эндоскопа в кишечник. Просто исключите клетчатку и оцените самочувствие. Если оно улучшилось, значит, есть проблемы. И как раз такая диета подойдёт вам лучше всего. Если вы чувствуете себя лучше, когда едите клетчатку, то, вероятно, всё в порядке. Вы накормили свои микробы, и теперь они довольны. Клетчатка — это их еда. И я, разумеется, рекомендую клетчатку из овощей, например, зелени. Но вот вопрос. Если убрать всю клетчатку, разве это не лишит микробы их единственной пищи? Они не погибнут от того, что им нечего есть? Нет, как я уже говорил, микробы могут адаптироваться почти к любым условиям и питаться почти любой пищей. Знаете ли вы, что микробы могут выжить на поверхности металла, пластика и даже на фекалиях? Когда у человека так называемый сибр, полезные бактерии живут у него в тонком кишечнике. Чем они питаются? Они едят клетчатку, но также и другие нутриенты, включая белки. Таким образом, если ваш организм плохо переваривает клетчатку, просто не ешьте её. Да, в своих книгах и видео я рекомендую от 7 до 10 стаканов овощей в день, но кому-то это не подходит. Лично я от этого чувствую себя лучше. Но я знаю людей, которые чувствуют себя хуже от такого объёма клетчатки, даже от салата, не говоря уже о зерновых. Меня очень удивило, что когда я начал есть больше мяса и перестал есть зерновые, в то время салат я не ел вообще. Мой кишечник стал работать очень хорошо. Тогда меня это поставило в тупик. Но затем я привёл свой кишечник в порядок и уже мог есть больше овощной клетчатки. Однако главная причина, по которой я ем много овощей, даже не клетчатка. Это скорее нутриенты, такие как калий, магний, витамин С, фалаты и другие. В заключении хочу обратить ваше внимание на один момент. Есть ферментированную пищу, такую как квашеная капуста или кимчи, гораздо лучше, чем клетчатку. Например, вы исключали клетчатку из рациона на какое-то время, а теперь хотите её вернуть. Я рекомендую добавить ферментированную клетчатку, квашеную капусту, кимчи и так далее. И раз уж мы говорим о кишечнике, советую посмотреть ещё одно видео о том, как связано состояние кишечника с бессонницей и вообще с качеством сна. Вот оно. Посмотрите.